Твой Бор ТВ. Будь в курсе событий. Всем привет! Это Твой Бор, меня зовут Любовь Веселова. Ровно пять лет назад в лесу около Керженца пропал Ярик Балуев. Тогда, после публикации ориентировки в соцсетях, на поиски приехала без преувеличений больше половины бора. Но поиски никогда не обходятся без профессионалов, поэтому сегодня мы отправимся знакомиться с добровольцем из поисково-спасательного центра «Рысь» Сергеем Веретином. Мы знаем, что ты состоишь в поисковом отряде «Рысь». Расскажи, пожалуйста, как ты там давно, что ты там делаешь и что для тебя это значит? Ну, это был мой выходной день. Я спокойно себе лежал, никого не трогал на диване, листал новости ВКонтакте. И тут мне попадаются три подряд ориентировки со статусом «Найден погиб». Я сразу задумался. Время у меня хватает, рабочий график позволяет. Почему бы не попробовать себя, не помочь ребятам? Я подал анкету 13 июня, получается. Ее достаточно быстро обработали. 14 июня со мной связался координатор «Кто набирает добровольцев?». Он мне написал все правила, что можно, что нельзя, что нужно для поисков. И добавил в рабочие чаты. И, собственно, с этого все и началось. И как только я вступил, получается, 15-го числа уже был мой первый выезд. Первый выезд на Бору? Нет, это был Нижний Новгород, это был ребенок, это был парк 777-летия. Поиски завершились успешно. Сергей, скажи, пожалуйста, в Борской Рысе много ли народа, сколько волонтеров, сколько координаторов, непосредственных организаторов? И я слышала, что у вас есть позывные. Кто их и как придумает, и зачем они нужны? В данный момент в Борском филиале у нас стоит 35 добровольцев. Из них 4 координатора. Старших поисковых групп чуть больше, 6-7 насчитываем. По поводу позывных, ну, это может быть, либо человек сам себе придумывает. У нас кто-то по собаке, например, кинологи у нас очень часто пользуются этим. Как зовут собак, кличка собаки, так и себе берут позывной. Вообще, когда вот у нас в последнее время приходят новые добровольцы, мы коллективно решаем, спрашиваем, чем он занимается, может, увлечение его, и так вот придумывается. Я сам себе придумал. У тебя какой? У меня пегас. А для чего это? Ну, во-первых, это очень удобно на поисках, потому что, например, у нас несколько Сергеев, несколько Иванов, и пока вот поймешь, до кого достучаться, до аппарации, лучше назвать позывной. Тем более они не могут повторяться у нас, то есть если он один, то уже нельзя так же назваться. Скажи, пожалуйста, есть ли сезонность в поисках, когда чаще люди теряются? Это первый вопрос. Второй, кто чаще теряется? И каков исход поисков? Найден жив или найден погиб? Бывает чаще? Да, сезонность есть. Она у нас начинается примерно в мае, как только начинаются грибы и ягоды. И, ну, и, соответственно, всем пожилым нужно идти в лес. Вот. А заканчивается он у нас, ну, пока до сих пор не закончился. Ну, в среднем мы берем это середина октября, конец октября. Ну, и все. Зимой люди в лес не ходят, да и найти их там проще будет. И если вот про сезон, вот про этот, сколько было поисков? Ох, я, честно говоря, не считаю свои выезды по Борскому и там ближайшие соседние регионы, Семеновский район, в Лысково ездили. Я, конечно, выезжаю в дальние расстояния, я не особо беру, да и не особо кто едет туда. Там свои ребята работают. По поводу статусов. По-разному бывает. В основном, конечно, это найден жив, потому что у нас есть операторы эхо, которые отрабатывают, ну, по максимуму, тот, когда телефоны непосредственно у потерявшегося есть с собой. Если это смартфон, они могут снять координаты, мы просто приезжаем, снимаем человека, выводим к дому или там ближайший населенный пункт, передаем родственникам или спасателям. Ну, без статуса найден погиб, тоже, конечно, не обходится. А есть ли особые приметы при поисках, ну, например, если что-то произошло, то точно найден жив, а если нет, найден погиб? Как таковых нет, мы за этим особо не наблюдаем. Единственное, что вот мы заметили, точно не скажу, было в июле или в августе, прям вот неделя-полторы, пожилые люди уходили в лес с финскими палками, и статус погиб у всех. Абсолютно. Ну, я не считаю, что это какая-то примета, это просто небольшое наблюдение. Есть у меня такая информация, что за 9 месяцев 2022 года на Бару поступило 20, чуть больше заявлений о пропаже детей. Насколько часто теряются дети, и стоит ли говорить о том, что их поиски в основном ведутся в городе? Ну, на самом деле, не так часто, как пожилых людей в лесу, но тоже имеет место быть, да. В основном это дети, которые боятся возвращаться домой. Разбили телефон, потеряли телефон, что-то нехорошее сделали, и они знают точно, что вот их родители наругают, и они просто не приходят домой. Они сидят в подъездах, сидят в подвалах. Это самые частые, конечно, случаи. Ну, и также летом это купальный сезон. То есть уходят на озеро и не возвращаются. И таких случаев было. Нас было немало. Это вот даже вспомнить наш Порский, где Полбор, наверное, участвовал в поисках. Ну, о чем речь? Максим. Ага. В Большом Пикино? Да, в Большом Пикино. В Володарске вот буквально месяца полтора назад мы ездили. Там тоже девочка. Не смогла выбраться из озера. Вот это вот два самых таких частых случая. Чаще всего теряются пожилые. Какой бы ты дал совет их родственникам, чтобы такого избежать? На самом деле мы регулярно даем рекомендации. Самая главная рекомендация – это разговаривать со своими бабушками, дедушками. Просить их, чтобы они всегда брали с собой заряженный телефон. Это как минимум, да. Одевались в яркую одежду. Желательно, конечно, это светоотражающие жилеты. Ну, и брали по минимуму какое-то продовольствие. Водичку, перекус, бутерброды нарезы и спички. Вот это самая главная рекомендация. Ну, а лучше вообще не пускайте одних в лес, если уже в возрасте 80-90 лет. Ходите с ними. Твой Бор ТВ. Будь в курсе событий.